В государственном обвинении предоставляется возможность изложить существо предъявленного оборудования. Андрюшенко, Андрей Генчев, Генец. В совершении преступления, преследующих обстоятельствах. Общество с ограниченной ответственностью ННК Саратов нефтегазодобычи зарегистрировано на территории Саратовской области. Основной видом деятельности указанного предприятия является добыча природного газа, добыча природного газа, добыча саратового нефтегазодобыча. Геолого-разведочный, геофизический, геохимический работал в области изучения метра комплексной освоения эксплуатации мельтинных газов и конденсатных месторождений в период с 1 июня 2015 года до 26 апреля 2018 года генеральным директором указанного Юлия Старанова. К примеру, в период с 30 марта 2018 года до 24 апреля 2018 года генеральный директор указанного предприятия 2-й встретился с Андропченко в служебном помене. Последний указан из московской семьи, где в ход встречи предложил Андропченко взятку в виде нового имущества двух топливных карт, принадлежащих ООННК Саратов нефтегазодобычи, находящихся на их балансе денежными средствами, предназначенных при получении автомобильного топлива на автозаправочных станциях ТНК Роснефт на территории России за счет средств указанного ООННК Саратов нефтегазодобычи за способствование стороны Андропченко в силу занимаемого последнего должностного положения совершенных действий. В пользу представляемого тараном юридического лица выражено по указанным воздействием на другие должностные лица Управления Роспроводной надзоры по Саратовской области при выявлении им нарушений в ходе предстоящей проверки данного предприятия в цель смещения в виде размера ответственности. В ходе указанной встречи у руководителя Управления Роспроводной надзоры Андрющенко достоверно знавшего предстоящей проверки из корыстных побуждений лично возник преступный умысел на право на получение лично от тарана взятки в виде иного имущества двух указанных топливных карт. Примерно в период с 30 марта 2018 года по 3 мая 2018 года Андрющенко в своем служебном принятии Московская думка 70 в городе Саратово лично получил от неустановленного лица действующего по поручению тарана несведомленную опросу пунктами безвозмездно две топливные карты принадлежащие УНК Саратовской нефтегаздобычи с находящимися на их балансе денежными средствами предназначенных для получения автомобильного топлива. При этом в период с 30 марта 2018 года по 25 сентября 2018 года сотрудники УНК Саратовской нефтегаздобычи на ходе службы с указанной организацией в городе Саратово и Царевское дом 4 наставали ранее данным тараном указания, пополняли денежными средствами указанные топливные карты зачислят на их счет денежных средств за указанный в период в общей сумме 53 тысячи рублей в значительном размере. Распоряжением руководителя управления Роспроводнадзора Андрющенко от 7 июня 2018 года в соответствии с вышеуказанным планом назначено проведение поездной программы с 14 июня 2018 года по 11 июля 2018 года после введения УНК Саратов нефтегаздобычи в выполнении природоохранного законодательства. Проведение указанной проверки поручено инспекторам Волковой, непосредственно находясь с подчинением Андрющенко и государственным инспектором области охраны окружающей среды в Саратовской области Волковой. В ходе проведения проверки в отношении УНК Саратов нефтегаздобычи инспекторами Волковой и Закон были вводим нарушения области охраны окружающей среды. О данных обстоятельствах примерно в период с 14 июня от 11 июля 2018 года стало известно Андрющенко. В этот же период, точно дат неустановлено, на Андрющенко и вискараспорожение используя авторитет в внимании, не понимая его способствования в силу занимаемого поженостного плода, в совершении действий в пользу юридического лица УНК Саратов нефтегаздобычи, с целью смягчения в виду размера ответствия за выявленные деятельности указанного в предприятии административного правонарушения, заранее полученную от Тарана вышеуказанную взятку в здании Роспроектнадзора по адресу городского царата Московской, лично обратился к старшему инспектору Волковой и инспектору Волкову, имеющему государственному инспектору области охраны окружающей среды Саратовской области Волковой, являющемуся начальником входящейся в состав комиссии государственного инспектора Волкова, имеющему право рассматривать дела об административном промышлении и принимать решение о назначении административного наказания с устным указанием не применять к юридическому лицу УНК Саратов нефтегаздобычи. Один из них в последнее время доказывалось, что государственное инспектор Summer살 Saturday влечер tissue ограничено запасом не применять к юридическому лицу УНК Саратов нефтегаздобычи. Примерно в период 3 мг. с 9 по 11 июля 2018 года государственного инспектора Волкова выполнив доказания руководителя Андряченко не применять к юридическому лицу административного наказания в виде штрафа ограничиться минимальным штрафом. Д billiarder со значением не догадывались, в последующем, что государственное weapons неchutz контролировало его исполнение. Постановлением Государственного инспектора Голокова от 16 июля 2018 года начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда, проживающейся в РКС, нефтегаздобыча РАФНО, признан виновным в совершении административного инспектора РАФНО, присмотром статью 8.2 КОАП РФ с наказанием введя административный штраф по размеру 10 тысяч рублей. При этом другие меры административного инспектора РАФНО не применяются. В период с 3 мая по 25 сентября 18 года Андрюшенко пополучено в качестве взятой административного инспектора РАФНО осуществило заправку от и транспортных средств поплеваний на заправочных инспектора РАФНО на общую сумму 43 537 рубля 17 копеек в значительном размере. Таким образом, Андрюшенко обвиняется в совершении преступления в РАФНО часть 2 ст. 290 Главный Кодекс Советской Федерации о получении должностного лица у личного взятки в виде нового имущества в совершении действия в пользу предсказания, представляемого взятокодателем лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям в значительном размере. Судья, вы встанете. Вам понятно предъявление? Да, понятно. Я вам признаюсь? Да, признаюсь. Казатство рассмотрения дела в особом порядке судопроизводства заявлено добровольно? Добровольно. После консультации защиты? После консультации защиты. Присаживайтесь, обсуждайтесь. Вопросы о возможности рассмотрения дела в особом порядке судопроизводства. Защита не поддерживает заявление? Да, Ваша честь. Государственного обвинительного заражения не имеет? Ваша честь, мы заражаем, да, так как условия предусмотрены главой 40-й Кодекса Советской Федерации для рассмотрения дела в таком порядке судопроизводства. Суд постановил рассмотреть дело в особом порядке судопроизводства.